всем привет друзья мои рад вас всех приветствовать на своем канале приятного аппетита если кто-то кушает и смотрит это видео что поехали сегодня у нас распаковка телефона естественно худышком заказан понятное дело что из китая это у нас новинка от компании вилме и это у нас теории должно здесь внутри быть риме 75g ну достаточно интересная моделька с очень неплохими характеристиками на старте кто поверь и кто как бы пошустрее взял и умудрился за там 200 долларов сейчас она стоит больше 200 баксов ну не знаю короче я взял ее за 200 долларов ну что давайте смотреть продавец присылает вот в таком уже привычном воздушном пакете что у нас здесь коробочка соответственно во всех привычных цветах компании риме это у нас желтый у них все телефоны как с одного не знаю горшочек варить только вот такое так давайте чуть-чуть это сидел приоткроем и посмотрим характеристики за быстродействие у нас достаточно неплохой судя по всем тестам процессор от компании медиатек да кто вот хейтинг медиатек все это говно ребята вот вспомните я энное время назад говорил что медиатек еще так сказать даст на коренной не только там с нам snapdragon но и там некоторым моделькам и exynos ну и вообще многом кому чего китайцы и просто свой хлеб не едят а с рисом его ребята потому что не с рисами на чем там китайцы едят короче здесь dimensity 800 и у 5g с поддержкой 5g ну в россии прям вообще очень нужная вещь тут у 4g не везде есть не то что там 5g 120 герц ультра smooth то есть с отверстием у нас дисплей с частотой 29 30 ватт 5000 миллиампер часов это у нас 5 вольт 6 ампер это зарядка просто молниеносный у меня был 30 ватт ник да ни один от компании рим не заряжался он мое там почтение просто почтение там и уважение да и увлажнение вместе с ним 48 мегапиксельная счетверенная камера ну понятное дело что там будет основная на 12 мегапикселей остальное это так пустышки или бесполезный камер ну вот папа принципу знаете больше камер богу камер так здесь что-то тут наклейка какая-то сверху наклеим ну видимо чтобы тут все по-английски было и китайский закрыт ну непрекрасно google шмугал короче здесь у нас 6 128 бэнды 1 2 3 4 5 7 8 12 20 это кому вот интересно и 38 5g ну 5g 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 выпуск но 3 1 2021 то есть 3 января ну 3 января в россии опасно что-то покупать выпущенную 3 января там смесарилась то еще не помню как себя звать welcome to риме family ну типа добро пожаловать семью римми о так макулатура вся чушняки дали силиконовый чехольчик халявский за что там максимальное спасибо на первое время пойдет пока мы нормального чехла не закажем себе где же у нас где же у нас крепушка легендарная для лотка с инками так сам телефон я заказывал специально вот именно в таком цвете блин кому нравится кому нет но я вот не знаю нет по приколу это огромная надпись рим не знаете вот сейчас все куртки ходят такие там штаны идут надписи огромную ну модно этому ну не то что по моде модно но модно в общем здесь у нас это лишняя информация более не тебе каких-нибудь печатков ничего все прекрасно смотрится это все крайне прикольно мне прям нравится блин у беленький вообще супер да все это дело сторонку говномесы китайские сделки нормальную с тремя что вот этот еврейский вариант обрезанный в одном спасибо и на этом фирменный кабель опять же если его про любите придется вам искать где-то кабель который поддержит вам эту римскую зарядку она необычная что-то там куда день написано как видите у нас все нормально с не надо никаких переходников все идет сразу с евро вилкой то есть это не просто там когда китайская версия это именно глобал так что давайте пробовать включать работает тут все из пластика сверху у нас микрофончик шумоподавление снизу разговорный отверстие для динамика три с половиной миллиметра джек спасибо вам господа китайцы что не оставляете господ любителей по проводного звука без их любимого отверстия но я имею ввиду сейчас как бы 300 миллиметров тайп си разъем здесь у нас традиционно на левой грани кнопочки включения как его кнопочки в прибавки и убавки громкости здесь у нас наш легендарный сим лоток урезанный и кнопка включения со сканером с отпечатков пальцев ну слышите погремуха мое почтение можно детям выдавать в кроватку и они там греметь будет выбрать так ну тут у нас что пленочка на экране на пленочке у нас никто не в курсе что есть олеофобное покрытие ну нет и нет и 2 и 4 и 5 гигагерц это роутер давайте сейчас подцепимся к вай фай и продолжим так дело дошло до регистрации лица давайте мы сейчас зарядим и давайте сейчас добавим отпечаток пальцем все автоматически обновлять ночью ну пусть будет обновлять муч у нас он ночью традиционно на зарядке поэтому можно и ночью обновлять так риме ю ай начала работы уху-ху-ху-ху идите традиционные от риме оболочка не не меняют они своим традициям она простенькая достаточно напоминает стоповый android но опять же милай многим не нравится из-за того что там нагружена перегружена по итогу там телефон начинает подтупливать так давайте что по лицу для начала обязательно вверх проводить ну ладно давайте вот так сканер молниеносный и затоить все у нас вере гуд здесь опять же там возьмете самый дешевый или самый дорогой телефон real me все будет абсолютно одинаково теперь наверное что посмотрим пароль экрана блокировки так неправильно деактивировать 500 можно вот сразу смахните вверх автоматически о пошла вода горячая и отпечаток пальцем может она тут у нас и и все и сразу цветок открывалась так обновление программного обеспечения но примет если вдруг такие есть там люди у нас риме это дочерняя компания компания биби кей там и оппо и виво и oneplus и риме и айку там этих суббрендов ушел дурака махорки хватает и на всех вперед хватит я начала давайте наверное глянем что у нас тут блин по привычке справа еще она слева на максимальную громкости давайте послушаем что у нас тут с музыкой громкость максимальная никакого стерео нет что немножко конечно огорчает за 15 тысяч я ему прощаю все за девятнадцать тысяч где мою стерео за девятнадцать тысяч ну звук я скажу такую на четверочку не не супер не супер звук но зато у нас нет вот этих хрипов бесполезных тут как которые паразитных таких которые у нас появляются если динамик не очень качественный принципе нормального качества есть звук я вот тут на форуме этих вот это плач ярославные называют когда там просто домой или олеофобки нет и это все это заговор это у тех у кого им теке и процессы это вот у них олеофобки мы им не нужно а у снаб драгона нужно короче тупо вырезаем в бюджет олеофобный слой он денег стоит нахер и он все чем меньше у нас тут функционала тем меньше у нас ценника мы хотим и рыбку и харлей и я не знаю еще что желательно бы еще запить после всего звонилка у нас а бвгд все дела звонилка гугловская вроде как здесь работает запись звонков но об абоненту которого пытаетесь записать об этом сообщается то есть конспирологи опять некий там у них опять стена плача она там по пояс залита слезами солеными они будут знать что я не записываю ну весь ты записываешь купи сидит другой телефон записываю там это фон там громко связь ключей записывать рядом стоит записывать ну я откровенно вам скажу я за все время пользования телефонов этого я не знаю сколько лет я с китая телефоны заказываю наверное с 2000 какой там наверное там двенадцатого года до тринадцатого у меня был первый телефон в еще херейке это был назывался он зопа просто бомба была пушка гонка не телефон вот я вас китай заказывал и я ни разу не пользовался никакими записями звонка конспирологи вот эти вот которые все манкин разведчики революционеры вот они там записывать конечно так ну вот это мне часть в принципе конечно могло быть и поменьше и хотелось бы и бородище тут мое почтение так хочется мне убрать на хрен убрать на хрен эти кнопочки эти замечательные пережитки прошлого кнопка навигации можно вот жесты смахивания да да вот я хочу вот так вот другой калинкор отлично вот эта левая панель мать ее заново я там нахер бы не нужна вся эта гуглская срамота но она есть у вас что поделаешь и больше не трогать так ребята это распаковка это не обзор я тут пытаюсь просто распаковать посмотреть свои первые впечатления то есть я реально не держал там телефон руках вот ну но низкий хотелось бы чуть чуть поменьше бы ну ладно то есть минимальный порог яркости не самый теплый холодный визуальный эффект и где у нас вывод на экран делу где вот 120 герц даме о телефоне 7 5g версия 1 0 но я думаю сейчас обновление загрузится конец концов и поменяется имеется эти 800 и у вас меня верный проц от медиатека 6 гигов оперативы 10 андрюха 128 гигов памяти и более или менее нормальный бренд ну что давайте попробуем фоткнуть а вот и он ленинградский почтальон сейчас следующий депутат и все предоставим я не буду тут пытаться выиспать какие-нибудь там google камеры вот этих опять же гиков и прочих большинство народа просто тупо покупает телефон они вот здесь хрен знает для чего ну максимум может автовые враспышки нихрена здесь ничего не нажимают никаких настроек и тут не надо рамка есть четыре трем пусть будет водяной знак ну во многих опять таки водяной знак тут используется как бы и ну вот вот такой боец шпунг 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 портрет шпунг шпунг сорок восемь мегапителей шпунг шпунг из чо замедление ултра макро ну давайте ключик утрома качу на что мы тут сфоткаем что мы сфоткаем нам ими сфоткаем вот эти вот больше камер богу камер что толку от ваших вот этих камер утрамакро букашек фотографирует хера узнает половина профессиональных фотиков этого не могут эти букашки фотографировать и фото что у нас здесь сверх широкоугольный у нас обычный модуль двукратное приближение что там пятикратный на пятикратное конечно тут все трясется как у каша после пьянки с буду на там дичайшему какой-то вот лишь нихера на двукратном еще хоть как-то фокусируется куда-то собрался короче все понятно вот нам наша на двукратной фотографии что это это фото чешуя ну тут нужно вот пятикратную тоже тут и деталей понятно что это башка все макро видите туда тоже помойки ну вот 8 мегапихелев да вам не муку где-то серьезной организации это портретный чуть-чуть он слегка перетемнил ну задний фон вроде как и вот смотрите видите простейшие вещи он тут замалевал на толк от ваших вот сто пятьсот вот здесь камер если вы вот здесь вот ну что тут вот эту часть тяжело понять что где-то где концы и где начало короче туда же ну и здесь обычный фото режим хера узнает не фокусе башка здесь люди повеселее тоже вот что-то неплохо нехорошо я не старый пункт стабилизация есть на видео подсветку нам пока не надо или что мы имеем здесь фото видеоразрешение 60 4k короче нужен будет обзор потому что вот тут миллион обзоров на эти телефон уже вышло ну я так понимаю за 15 это просто бомба уменьшены все есть и он будет все прекрасно работать и за 120 герц ну не знаю у меня есть пока x3 а это как обычно это же убийца там они тут все убийцы убийцы только некоторые ствол в рот берут ну в смысле от пистолета если вы не поняли курок сами самоубийцы получаются убийцы и самоубийцы за 15 тысяч рублей я бы не знаю может быть я и пока бы взял встретились по него потому что 5g это не фактор для покупки а нет ребята марается задняя часть увидите залапал хотел было сказать что вот она 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 тут вот она на real me намотан вот за 15 не знаю еще подумал бы фоку брать или не за 19 тысяч он просто вот это overprice он не тарахтелся ни в куда так конечно удобно такой кирпичик прикольный чуть-чуть вот этот островатый он конечно это пленочка на никакой козе вот это заводская задели за 18-19 тысяч как мы сейчас на алике и пускай не себе вот плашмя его вот так запихивают чтобы он сейчас а складным становился свои китайские попы и не знаю пока явно повеселее будет поэтому ждите цена упадет сейчас там все блогеры наестся соответственно там каким-нибудь долбоящером типа димы вайпера вон там какие-нибудь обзоры на засланные телефоны сделает ну и опять таки там заметите он одновременно половине народу приходил они там нахваливают а вот аж так облизывающие не знаю что вот здесь дыра нами протирается как они лежат я за свои деньги покупал пятнарь да стоит 19 рассказал уже в жопу себе флешмин затопкает я за чеснок как говорится лишнюю копейку хрен отдам мы русские друг друга не обманываем поэтому за 19000 однозначно попали стрелку и стерео и не знаю экраны принципе я уже вижу что одинаковые но может быть милой кому-то не нравится но опять и не нравится не ешь и сейчас он сам не отстегни вот ну что короче говоря давайте там лайками меня поддержите там комментами что я посмотрю стоит обзор делать или не стоит хотите вы моему мнению так сказать углубленного как говорил михал сергеевич горбачёв погубить нужно углубить не нужно пишите что распаковки хватит в комментах я до сих пор от вас не дождался ребят для для кого стараюсь что там как по звуку что понравилось новый звук там с внешнего диктофона не понравилось или по старинке мне на петличку писать напишите я для вас то стараюсь не для себя деньги трачу фидбэка от вас так и не видно не слышно подписывайтесь на канал ставьте лайки группу века не забываем там почву разные новости со всего этой вот мобильной индустрии ну и плюс там промо коды и каким там хорошие акции с алиэкспресса там из прочих магазинов интернет магазинов тоже instagram там нет нет я туда какие-нибудь интересные фотки закидываю с каких нибудь устройств которые я вам еще не показывал и возможно не покажу никогда в чисто близкие вы видите что такая мнение небольшое выложить в инстаграм все ссылочки будет в описании ссылочка на продавца там же кто хочет поддержать канал деньгами ну шо ж я не откажусь даю 2 и как говорится там ссылочки на донат будет ну а пока пока